И вновь к теме ЖКХ. Чердачным фитнесом ежедневно занимаются жители девятиэтажки на Ломоносово 100. В доме несколько месяцев течет крыша. Чтобы квартиры оставались сухими, люди готовы ежедневно выносить с чердака ведра и даже ванны с водой. Каждое утро жильцы девятого этажа идут на чердак и опустошают наполненные водой емкости. Настил крыши и стеки в ней пропускают воду, заливают потолки и стены квартир. Последний капремонт был в 88-м. Срок износа покрытия кровли 10 лет, а прошло уже 27. Елена Протечек раньше не замечала, пока в январе не начали отслаиваться обои, а в апреле по стене буквально полилась вода. Пошли на чердак, увидели, что там просто все текет. Лежит кусок материала, стоят три бака, переполненные водой, воды там просто по колено. Я взяла ведро, тряпку, ковшик, начала это все черпать, выливать, значит, туда воду выливать. Такие манипуляции во время дождя приходится повторять несколько раз в день. Даже соорудили бассейн. Жильцы обратились в управляющую компанию. По итогам проверки жилищники составили акт. В нем указано – требуется капитальный ремонт кровли. Но согласно региональной программе, капремонт дома запланирован на пятилетку с 2038 по 2043. Чтобы отремонтировать дырявую крышу раньше, собственники должны сами собрать необходимую сумму. Ну вот в летний период над этой квартирой у нас еще есть зафиксированы протечки из других квартир. Кровля будет отремонтирована по текущему ремонту при благоприятных погодных условиях. Для текущего ремонта отдельно собирать деньги собственникам не нужно. Уже летом в управляющей компании пообещали по заявкам жильцов в отдельных местах на крыше заменить покрытие и залатать дыры. А пока жильцам придется заниматься чердачным фитнесом и ждать сухой погоды.